Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И помните, ваши мысли, чувства и действия сегодня создают ваше завтра. Даже если вы в это не верите, вселенские законы обойти ни у кого еще, по крайней мере, не получалось. Но сегодня мы посмотрим, что же вам сегодня мешает. И расскажет нам об этом души зверей, оракул. Интересно мне стало именно посмотреть, как расскажет нам об этом этот оракул. Тут интересные высказывания, и их мы уже будем интерпретировать, что же нам мешает сегодня. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Я сделаю три карты, наверное, сделаю как варианты. Выложу три карты и выбирайте каждый, или выбирайте все три, для того, чтобы избавиться от всего, что вам мешает. Ну, посмотрим, интересно. Мне самой очень-очень интересно, как же этот оракул расскажет нам эту тему. Как он ответит нам на наши вопросы. Я, кстати, делала видео с оракулом кармы, карты кармы, и я смотрю по аналитике, что вам понравилось. Большое количество просмотров, и я понимаю, что я буду делать еще такие расклады. Я же смотрю именно по тому, как вы реагируете на мои видео. Я же снимаю четыре видео в день, и, опять же, это не значит, что вы должны смотреть все четыре видео. Вот, каждый смотрит то, что актуально для него. И я, кстати, вам всем благодарна. Я благодарю вас всех. Вы – мое вдохновение. Ну что, что же вам мешает? Первая позиция. Вам мешает то, что вы чувствуете, что вокруг вас нету любви. Вам кажется, что вас не любят, что вас не уважают, что мир, можно сказать, ну, не враждебен к вам. Враждебен – это слишком высокие слова, но это то, что я услышала из ваших внутренних состояний. И именно первое, что хочу сказать, для того, чтобы от этого избавиться, прежде всего, полюбите себя таким, как вы есть, такой, как вы есть. Помните о том, что вы уникальны, что вы прекрасны. Ведь нет плохих людей, нет некрасивых людей, есть только наше восприятие. Поэтому, поняв, что вы уникальны, полюбив себя, уважая себя, доверяя себе, вы тогда избавитесь от нелюбви к себе. Я имею в виду и с вашей стороны, и со стороны других людей и мира. Ведь мир – это зеркало. Помните об этом. Что же мешает вам во второй позиции? Ну, вам мешает то, что вы очень быстро сдаётесь. У вас, если что-то не получается, вы просто злитесь и бросаете эту идею, которая у вас вроде бы не получается. Никогда не сдавайтесь. Продолжайте двигаться. Продолжайте стремиться к тому, чего вы действительно хотите. И не всегда это действие. Ваше внутреннее состояние очень сильно влияет на то, что с вами происходит. И я об этом говорю всегда. И тут, я говорю, вам очень мешает то, что вы не уверены. Не уверены в своих силах. Не уверены, что вы можете. Не уверены, что вы достойны. Прежде всего помните, вы достойны всего самого лучшего. И вам всё доступно. Как только вы это осознаете, вы избавитесь от того, что вам мешает. А вам мешает ваша неуверенность в себе. Третья позиция. Что же мешает вам? Ну, вам мешает излишняя вспыльчивость. Вы по каждому поводу взрываетесь. И смотрите, мир, день, жизнь, она полна разных событий. И каждый день у нас происходит огромное количество событий. Нам приходит огромное количество мыслей. И каждая наша мысль вызывает какое-то чувство. По какой-то причине вам в голову очень часто приходят взрывные мысли. Вам надо избавиться. Вам мешают ваши взрывные мысли. А что значит взрывные мысли? Это значит, что что бы ни происходило, почему-то вместо того, чтобы смотреть на зелёную сторону жизни, вы смотрите на чёрную. Это я понимаю, почему, не почему-то, я знаю, почему это происходит. Это происходит из-за прошлых опытов, опять же, из-за неуверенности в себе. И из-за того, что со стороны у вас на сегодняшний день, скорее всего, нет определённой поддержки, которая была бы вам нужна. Но ведь ожидать поддержки от других людей – это бесполезно. Главное поддерживать себя самого, себя саму, и двигаться, и мечтать, и творить в сторону именно своего ощущения счастья. И уходить от вот этих взрывных мыслей, которые выбивают вас из колеи. Каждая взрывная мысль выбивает вас из колеи. И, соответственно, для того, чтобы обратно прийти в норму, вы тратите огромное количество энергии. И потом вы устаёте. И вы не можете иногда понять, почему вы устали. Подумайте об этом. Это вам мешает. Ну вот. Кстати, хорошо осветили тему, осветил тему этот оракул. Мне понравилось. Буду иногда его использовать вот для таких раскладов тоже. Интересно он рассказывает. Ну а я желаю вам освободиться от всего, что вам мешает. И хочу, чтобы вы были счастливы от всей души. Люблю вас, мои дорогие. Пока.